Всем привет! Меня зовут Гульнас и это канал HappyNAS. Если вы в первый раз на моем канале, то добро пожаловать! На канале вы найдете много разных интересных видео, которые просто и понятно рассказывают о сложном. Также, если вам нравятся мои уроки, то я приглашаю вас присоединиться к курсу по женской одежде. В ней мы учимся конструировать, моделировать и, конечно же, шить различные изделия от начала до конца. Он отлично подходит для новичков. По итогу курса вы получите 11 готовых изделий, которые сразу же сможете носить. Этот курс в формате видео. Вы сможете смотреть уроки в любое время и неограниченное количество раз, поскольку он остается на вам на всю жизнь. Еще вы получите мою личную поддержку и консультацию по любым вопросам, которые у вас возникнут. То есть, если в процессе обучения у вас возникнут какие-то трудности, то вы всегда сможете написать мне. И я всегда постараюсь вам помочь, написав подробный ответ, нарисовав схемы и картинки, и даже сняв специально для вашего вопроса видео-ответ, если это потребуется. В этом видеокурсе вы научитесь шить различные виды юбок, брюк, платьев, а также рубашек. То есть, практически весь гардероб. Сейчас курс стоит 4000 рублей, но в будущем он будет обновляться и совершенствоваться. А значит, курс вырастет в цене. Поэтому успейте купить сейчас. Для того, чтобы заказать курс, напишите мне на почту happynesssobachka.gmail.com Для пошива этого костюма нам понадобятся выкройки. Плечевые изделия, полочки передней пленки и спинки задней пленки. Ну и, конечно же, рукав. Нам будет достаточно простого одношовного вточного рукава. Далее, для брюк нам понадобятся выкройки брюк, соответственно. Я построила свои выкройки по своему пособию, инструкции по конструированию женской одежды. По ним можно также научиться строить и моделировать юбки различных видов и фасонов, брюки, а также платья. В ней же вы найдете инструкцию по правильному снятию мерок. Следующее. Нам понадобится ткань. Поскольку это спортивный костюм, нам понадобится трикотаж, потому что он хорошо тянется. У меня это футер двунитка. На обратной стороне у такой ткани можно увидеть петли. Если вы хотите ткань поплотнее, то можно взять тот же футер, но уже трехнитку, например. Ищите ткань с натуральным составом, чтобы в костюме было комфортно в любую погоду. Этот футер на 95% состоит из хлопка и 5% добавка лайкры, благодаря чему ткань еще более эластична. То есть хорошо тянется. Это ткань из магазина Ткани Казани. У них есть несколько магазинов по Казани и интернет-магазин группы ВКонтакте. И даже если вы не из Казани, они делают доставку по всему миру. Очень много трикотажных тканей отличного качества. Однотонные, детские, взрослые, трендовые принты. И цены супер доступные. Поэтому обязательно переходите по ссылке. Как рассчитать количество необходимой ткани? Замеряем длину изделия брюк. Прибавляем к этой величине длину изделия верхней части толстовки. К этой величине также добавляем длину рукава. И можем примерно 50 см добавить на капюшон. Но вот, к примеру, эта ткань имеет ширину не 140-150 см, как обычно, а 180 см. И поэтому на количестве ткани получится сэкономить. Кстати, в магазине ткани Казани консультанты дают советы и по расчету необходимого количества ткани. Поэтому не бойтесь, вам помогут и подскажут. А еще в этом же магазине мне посоветовали добавить лампас для отделки. И я им за это очень благодарна. Иначе костюм получился бы скучным. Как рассчитать длину лампас? Просто решите, куда вы будете их настрачивать и замерьте эти отрезки. У меня, к примеру, это боковые шуи по брюкам и уголки по полочке и по спинке. Мне понадобилось 3,5 метра лампас. Эта лента очень плотная и не просвечивает. Мне понравилось. Также для капюшона нам понадобится один шнурок. Я взяла темно-синего цвета в тон с полоской у лампас. Кстати, шнурок и лампасы тоже из магазина ткани Казани. Вы у меня очень часто спрашиваете, где я беру ткани. Вот как раз один из таких магазинов. В общем, всем советую. Очень надежный и классный магазин. Если вы будете шить костюм на обычной простой бытовой машинке-прямострочке, то вам понадобится одна армированная нитка. Разумеется, в цвет. Если у вас есть оверлок, то практически все срезы можно соединить на оверлоке. Для этого вам понадобится 4 полиэстровых нитки. Ну, конечно, если ваш оверлок 4-х ниточный. Ну и остальные помощники. Мерная лента, портновский белый мелок, портновские булавки и ножницы. Нам понадобится немного смоделировать лекало. В спортивном костюме не стоит делать нагрудных и талиевых выточек, поэтому мы постараемся сейчас их убрать. Начнем с полочки, то есть с передней половинки. Можем разрезать лекало по линии талии, для того, чтобы нам было легче моделировать выточки, то есть видоизменять их. Проведем талиевую выточку наверх, а нагрудную выточку вправо. Эти две линии пересекутся в одной точке. Мы разрезаем по намеченным линиям, затем нагрудную выточку закрываем, и она открывается дополнительно в талиевой выточке. Срез горловины, плечевой срез, затем срез проймы, и боковой срез. Ну а далее мы можем просто продолжить эту линию до желаемого уровня. К примеру, если длина вашего изделия от высшей плечевой точки до низа 60 см, то вы просто отмеряете 60 см и обозначаете этот уровень. Посмотрите, уровень талии по боковому срезу заканчивается вот здесь, а посередине полочки вот здесь. Между ними есть разница. Допустим, 2 см. Когда вы обозначите длину изделия, кофты, толстовки, вам необходимо будет от этого уровня подняться на величину различия, к примеру, на те же самые 2 см, и плавно привести линию к середине полочки. Теперь, что касается спинки. Спинку также приложим к сгибу, если ткань позволяет. Обведем срез горловины, плечевой срез, срез проймы, а дальше мы не можем обвести боковой срез таким, какой он есть. Нам необходимо повторить линию, как по полочке. Поэтому вы можете, к примеру, наложить полочку на спинку и перевести линию бокового среза для того, чтобы они были одинаковыми. Определяем желаемый уровень, игнорируем талиевую выточку, просто не используем ее, не застрачиваем. И оформляем низ изделия. Таким образом, мы превратили базовые конструкции с выточками в лекало плоского кровя. Что касается брюк, нам их нужно будет также немножко смоделировать. Мы сейчас имеем отдельную переднюю половинку и отдельную заднюю половинку. Основной частью, нижней частью брючина мы можем их соединить. В верхней области, в области бедер и талии, они расходятся. Мы обведем внутренний шаговый срез по передней половинке брюк, далее средний срез и талиевый. Выточку по передней половинке мы игнорируем, просто проходим поверх. Далее мы также игнорируем боковую выточку, то есть в области боковых срезов и проходим также над ней. Далее талевый срез по задней половинке, игнорируем заднюю выточку и завершаем талевый срез. Далее идет средний срез по задней половинке и внутренний шаговый. Теперь передние и задние половинки соединились в одну. Именно по боковому шву мы будем прокладывать лампасы. Для того, чтобы ровно настрочить эту ленту, вы можете, к примеру, провести уровень бокового среза по прямой линии. Раскроили брюки. По лицевой части ткани проложите линию, о которой мы говорили. Далее к этой линии приложим серединку ленты и закрепим булавками. Первым делом мы настрочим декоративную ленту. Прострочим на 1-2 мм от одного края и затем на 1-2 мм с другого края. После этого складываем брючину пополам и соединяем внутренние шаговые срезы. Стачиваем, то есть прошиваем на машинке и обметываем срезы, обрабатываем, чтобы они не осыпались. Также вы можете пристрочить лампасы, к примеру, по рукаву. Но я решила обработать полочку и спинку под углом. Я отложила полтора сантиметра от среза проймы и определила желаемый уровень низа уголка. К этой точке провела линии с обеих сторон, соединила эти две точки прямой линии и приложила к ним декоративную ленту. А как обрабатывать в этом уголке? К примеру, если вы решили, каким будет ваш угол, нарисовали его, попробуйте приложить ленту и посмотрите, как она закладывается. Будьте внимательны, что ваши полоски совпали. Если лента имеет несколько полос, сделайте по верхнему уголку отметку мелом. Далее сложите ленту пополам и эту точку, которую вы обозначили, просто приведите к сгибу вниз по прямой. Вам необходимо будет прострочить это место. Если ваш угол широкий, то вы сможете этот уголок просто раскрыть и он спрячется внутри. А можно немного подрезать, оставив примерно 5 мм с каждой стороны, для того, чтобы края не осыпались. Но впоследствии вы все равно застрочите края ленты и они будут надежно спрятаны. Настрочили лампасы по полочке и по спинке. И теперь положите спинку лицом наверх и лицом к лицу приложите к ней полочку. Соедините плечевые срезы. Обязательно проверьте, чтобы в плечевых швах полоски совпали. Сточаем и обметаем плечевые срезы, а также соединим, стачаем на машинке и обметаем на оверлоке либо зигзагом боковые срезы. А теперь, прежде чем втачивать рукава и заниматься рукавами, давайте обработаем низ изделия. Вы можете просто обметать и подогнуть наизнанку и дать строчку. А можно, к примеру, пристрочить полоску. Для этого нам необходимо будет замерить полный низ изделия, то есть полочку и спинку. И если вы хотите сделать полоску, которая немного подсоберет низ кофты и будет словно резинка, то вам необходимо будет скроить полоску меньшей длины, чем длина низа изделия. Но я хочу просто обработать низ дополнительной вставкой без создания эффекта резинки. И поэтому длину низа я возьму в качестве длины полоски. Ширина моей полоски 20 сантиметров. Итак, скроили полоску, складываем ее лицом к лицу пополам и стачиваем один единственный средний срез. Прострочили, теперь сложите полоску пополам, так, чтобы изнанка осталась внутри. Теперь, если у вас один шов по полоске, то вы можете прикрепить его, к примеру, к одному из боковых шов, либо к середине спинки. Я соединяю с серединой спинки. Далее, оттягиваем середину у передней половинки у полочки и оттягиваем середину полоски и соединяем их. Ну а дальше просто распределяем по промежуткам. Соединяем все три среза вместе, следите за тем, чтобы они совпали, и закрепляем. Прикрепили полоску по всему кругу и теперь даем строчку, а затем срезы обметываем по всему низу изделия. Рукава. Сложите рукав пополам, так, чтобы лицо оставалось внутри. Соедините вот эти боковые срезы, они называются локтевыми, сметайте вручную, сточайте на машинке и обметайте на оверлоке с двух сторон. Наш рукав практически готов, нам остается обработать низ рукава. Вы можете также обметать на оверлоке либо зигзагом, а затем подогнуть и прострочить. Либо, к примеру, подогнуть два раза вовнутрь наизнанку и дать строчку. А можно скроить манжету. Если вы хотите, чтобы манжета была чуть уже, чем сам рукав и создавался эффект резинки, то, соответственно, длина манжеты должна быть меньше, чем длина низа рукава. При этом не забудьте заложить по одному сантиметру на швы с каждой стороны. Я хочу манжету шириной 3 сантиметра в готовом виде. Поскольку манжета двуслойная, то есть двойная, ширина ее будет равняться 6 сантиметров. И нам необходимо по сантиметру на швы с каждой стороны 8 сантиметров. Итого 8 сантиметров, если вы хотите иметь деталь в готовом виде шириной 3 сантиметра. Краим по одной манжете для каждого рукава, складываем ее пополам и даем строчку. Манжета готова, складываем ее пополам, так, чтобы изнанка осталась внутри. Выравниваем все срезы. И теперь этот шов прикладываем к локтевому шву. Рукав выворачиваем наизнанку и лицом к лицу прикладываем манжету. И распределяем срезы манжеты и срезы низа рукава. Также закрепляем все три среза вместе. После этого по низу рукава даем строчку и обметываем срезы на оверлоке. Манжеты на месте. Теперь рукав выворачиваем на лицо. Сложите рукав пополам по локтевому шву и обратите внимание на округлый срез оката рукава. Та часть, которая меньше, является передней половинкой рукава. Она должна притачиваться к полочке, к передней половинке изделия. Вывернем толстовку наизнанку и теперь переднюю часть рукава мы прикладываем к полочке лицом к лицу. Просто вложите рукав вовнутрь, соедините локтевой шов с боковым швом, а затем просто распределите и прикрепите друг к другу окат рукава и пройму в круговую. Прикрепили в круговую рукав к пройме и теперь даем строчку и обметываем срезы. Рукав будет на месте. Подробнее и о тонкостях втачивания рукава в пройму и различными способами я рассказываю в своем видеокурсе по пошиву женской одежды. Для того, чтобы получить курс, напишите мне на почту happyness.gmail.com Поскольку капюшон будет притачиваться к срезу горловины, нам необходимо будет исходить из этой длины. Поэтому замеряем длину горловины по полочке и прибавляем к ней длину горловины по спинке. К полученному значению прибавим 1 см и отложим слева направо и поставим точку. Далее, от этой первой точки слева поднимитесь на 4-5 см наверх и соедините первую и вторую точку плавной, слегка круглой линией. Эта линия нижний срез капюшона, то есть срез, которым мы будем притачивать к срезу горловины. Далее, замерим высоту головы. Для этого замерьте расстояние от высшей точки головы до уровня плеча. К этому значению прибавьте примерно 3-5 см. Я взяла чуть побольше, добавила около 10 см. Отложите это значение наверх и поставьте точку. Далее, замерим обхват головы просто в круговую по самой широкой части. Поделим обхват головы на 3 и прибавим к этому значению примерно 5-10 см. Это значение отложите вправо и поставьте точку. От новой полученной точки нам необходимо опуститься примерно на сантиметр, на 2 см и плавно привести эту точку к верхней линии. Также мы округлим вот этот уголок просто на глаз плавной линии. Нам остается оформить только лицевую часть капюшона. Для этого соединим верхнюю и нижнюю точки капюшона просто по прямой. Краем эту деталь в двух экземплярах и не забудьте отложить по сантиметру на швы с каждой стороны. Если вы хотите сделать нечто вроде кулиски, через которую будет проходить шнурок и вы сможете затягивать капюшон при желании, вам необходимо продолжить верхний срез капюшона и нижний срез также примерно на 2-4 см и провести параллельную линию к первой линии. Сложили две половинки капюшона лицом к лицу, стачали по круговой задний срез и обметали. Прежде чем притачивать капюшон к горловине, нам необходимо обработать вот этот лицевой срез, то первым делом нам необходимо обработать отверстие для этого шнурка. Это отверстие должно располагаться по лицевой части капюшона. Это означает, что отверстие мы будем делать не на области припуска, которую мы оставляли в начале, а внутренней области капюшона. Можем отступить от этой линии припуска примерно на сантиметр-полтора и от нижнего среза подняться на 2-3 сантиметра. И, к примеру, вот здесь будет наше отверстие. Мы сделаем обычную петлю для пуговиц. А поскольку трикотаж тянется и может осыпаться по краям, область, в которой мы будем обрабатывать петлю, нам необходимо будет продублировать. Просто наклеим маленький кусочек дублерена, немного выходящий за пределы предполагаемого отверстия. Продублируем, а затем уже сделаем петлю. Я сделала обычную петлю, просто сократила ее размеры до минимума. Теперь эту петлю просто разрезаем. Аккуратно старайтесь не задеть ниток петли. Теперь закроем внешние лицевые срезы по капюшону. Вы можете загнуть два раза, к примеру, по 2 сантиметра, если оставляли 4 сантиметра на припуске. Можно загнуть один раз на 5 миллиметров, либо на сантиметр, и второй раз на 3 сантиметра, например, и проложить строчку на 1-2 миллиметра от верхнего среза. Также вы можете просто обметать срезы, накрыть и прострочить. Но в таком случае обметочная строчка будет видна. И аккуратнее будет все-таки подогнуть два раза и прострочить. Строчим вдоль всего переднего среза. Строчку проложили, обязательно потом поутюжьте хорошенько. Теперь вставим шнурок. Заводим кончик и словно булавкой просто проводим по всей кулиске. Ну вот и все, шнурок на месте, и теперь самое время присоединить капюшон к горловине. По срезу горловины сделайте отметку посередине передней половинки и посередине задней половинки. Теперь задний шов по капюшону мы приложим лицом к лицу к середине спинки и закрепим. Затем присоединим один конец капюшона также лицом к лицу строго к середине передней половинки и второй конец также лицом к лицу к середине. Далее просто распределяем два среза. Прикрепляем капюшон к срезу горловины. Далее в круговую даем строчку. Наш костюм практически готов, но со временем эта строчка может распадаться, да и вообще срезы могут выворачиваться и их будет видно. Для того, чтобы их аккуратно скрыть и закрепить таким образом, нам лучше всего скроить полоску. Ширина полоски 2 см. Вы можете скроить ее поуточной, то есть не вдоль кромки, а поперек. Так она будет лучше тянуться. И округлые срезы горловины будет легче оформлять полоской, которая более эластична. Но если, к примеру, ваш трикотаж тянется не очень хорошо, ни подолевой, ни поуточной, то можно скроить по косой, то есть на 45 градусов. Итак, нам необходимо будет соединить полоску лицом к лицу и застрочить посередине. Далее, шов полоски лицом приложим к середине капюшона. Срез бейки должен совпадать со срезом капюшона. И прикрепляем эту полоску в круговую, а затем даем строчку на 5 мм. Настрочили полоску, затем отгибаем ее и накрываем припуски на швы. После отгибаем это в сторону толстовки от капюшона получается и закрепляем булавкой. Затем даем строчку в круговую на 1-2 мм от нижнего края. Таким образом по лицевой части толстовки вот здесь получите строчку примерно на 5 мм от шва притачивания капюшона. И все будет аккуратно и красиво. И на этом толстовка будет готова. Пристрочили лампасы по брюкам, встачали внутренние шаговые срезы, то есть закрыли брючину и обметали. Одна брючина пусть будет на изнанке, а вторую выворачиваем на лицо. Теперь брючину, которая вывернута на лицо, мы вложим внутрь первой брючины. Они теперь лицом к лицу и соединяем вот этот округлый срез. Он называется средним срезом. Совмещаем средний срез и талиевой по задней половинке и продолжаем. Проверьте, чтобы внутренние шаговые швы совпадали. Закрепите их вместе. Направьте срезы назад в сторону задней половинки и продолжаем закреплять также средний срез по передней части брюк. Далее нам необходимо будет дать строчку в круговую и обметать эти срезы. Наши брюки практически готовы. Нам остается обработать верх срез талии и низ брюк. Для среза талии мы скроим пояс. Ширину пояса в этих брюках я хочу сделать такой же, как ширина манжеты по рукаву и такой же ширины я сделаю манжеты по низу брюк. Мы уже рассчитали, что если хотим получить манжету шириной 3 сантиметра в готовом виде, нам необходимо скроить полоску шириной 8 сантиметров. Длина полоски желательно ее сделать чуть меньше, чем верхний талиевый срез. К примеру, вы можете замерить обхват бедер и отнять от этой величины 10 сантиметров. Разумеется, многое зависит от того, насколько эластичен ваш трикотаж. После того, как скроите полоску, попробуйте посмотреть, хорошо ли она растягивается, проходит ли она через бедра. После того, как скроите пояс, сложите его также лицом к лицу пополам и прострочите один средний срез. Пояс готов, и теперь нам понадобится резинка. Длина этой резинки может равняться обхвату вашей талии. Можно взять и меньше, но самое главное проверьте, чтобы резинка комфортно проходила через уровень бедер, через самую широкую часть. Точно рекомендации по количеству, по длине резинки я дать не могу, поскольку степень растяжимости у всех резинок разная. Далее, на один конец резинки накладываем второй и стачиваем. Затем вкладываем резинку в пояс. Пояс складываем пополам, так, чтобы изнанка осталась внутри. Соединяем два среза по поясу. Смотрите, чтобы не закрепилась резинка. Ее стоит отодвинуть как можно дальше к сгибу. Все, резинка находится внутри пояса. Шов по поясу прикрепите к шву посередине, по задней половинке. Далее, оттянем середину у резинки и прикрепим ее к среднему шву по передней половинке брюк. А далее растягиваем резинку, поскольку она меньше, чем срез талии. И распределяем всю оставшуюся величину. Закрепим боковой шов и промежутки. Просто растягиваем, захватываем и закрепляем. И обязательно прощупайте, проконтролируйте, чтобы вы не закрепили случайно резинку. Она должна свободно перемещаться внутри пояса. Затем желательно сметать вручную и потом дать строчку и обметать срезы. При стачивании вы можете немного растягивать срезы, для того, чтобы пояс растянулся, а по срезу талии случайно не образовалась складка, из-за того, что он больше, длиннее, чем пояс. Низ брюк вы можете также обметать и подогнуть наизнанку, либо подогнуть два раза и прострочить. А можно скроить манжетой. Все то же самое. Если вы хотите создать эффект резинки, чтобы манжета немного подсобирала брюки внизу, то вам необходимо длину манжеты сделать чуть меньше, чем длина низа брюк. К примеру, если длина низа 20 см, скроите полоску длиной 16 см. По низу брючина манжета готова. Складываем ее также пополам, так, чтобы изнанка осталась внутри. И вот этот шов прикладываем к внутреннему шаговому шву. лицом к лицу и прикрепляем. Если вам удобно, вы можете вывернуть брюки наизнанку и манжету таким образом вы будете вкладывать уже вовнутрь брючины. Все то же самое. Совмещаем все три среза вместе и закрепляем булавками. Далее даем в круговую строчку и обметываем срезы. И вот так будут брюки выглядеть понизу, если вы не делали манжеты уже, то есть не собирали брючину внизу. Ну вот и все, наш костюм готов. Если вы шили что-то по моим урокам, то обязательно публикуйте свои фотографии в инстаграм с хэштегом смотри хайпинас. Я обязательно посмотрю на ваши работы и опубликую на своей странице. Желаю вам успешного дня. До встречи. Пока.